вот у вас китай вообще ассоциируется со свободным государством или нет не знаю просто но знаете там очень жесткая цензура говорят жесткая цензура очень жесткие законы но при этом или там вы вроде люди и счастливы и не знаю кажется она свободна хочешь ли ты чтобы россия стала такой же свободной как китай ну смотря что имеется ввиду конечно под понятием свободы и свобода в чем свобода в выражении может быть воли или передвижения но выражение скажем своих мыслей в свободе культуры потому что знаешь там в китае например очень жесткая цензура ну вопрос глупый я считаю что россия сейчас на на самом деле самая свободная страна из всех которые есть почему ну потому что если у вас есть знакомые других странах на самом деле там гораздо меньше свободы слова гораздо меньше свободы действий чувак ты можешь из любой ситуации здесь на самом деле выйти ну как бы выпутаться скажем так посредством различных и даже коррупция зачастую помогать всем на котором все так ругаются и ну господи ты можешь все что угодно в этом городе на самом деле пока что за это просто северной кореи в китае там очень жесткая цензура в северной кореи так вообще там просто все контролируется государством в китае тоже весьма много что а вот связи с этим вопрос вот вам бы хотелось чтобы в россии сейчас вернулась ну или стала такая очень жесткая цензура когда правительство будет вообще все контролировать контролировать да а зачем как зачем вот раньше колбаса была настоящая все было молоко настоящее а теперь не фермы нету чтобы было настоящее молоко все это какая химия одна вот контроль в культуре например какие темы можно обсуждать какие нельзя и культура тоже у нас даже при советском союзе здесь клуб был как не стало все это перестройка это началась и клуб разобрали по бревнам куда его растащили и все бедные дети ходят никакой ни культуры никаких ни кружков ничего деревня вообще забросили как сказать я вообще не противник цензуры я скорее даже поддерживаю потому что почти все великие произведения искусства из тех которые знаю они предотвращены жесткой цензуре проводились но опять же цензура бывает разного словно говоря например при медичи тоже была цензура с той стороны что они поддерживают только то что им нравилось но и я think i have to explain what this medici means so check this out there is a whole article on wikipedia and it says that they inspired the italian renaissance and they also did a lot of other things so it was italian family basically ну в современном смысле мне кажется что китай это как раз не самая людоедская страна и там как раз достаточно большие есть возможности конечно в рамках идеологических каких-то требований вот а во вторых ну у китая очень сильный как минимум кинематограф неплохая литература многие другие вещи замечательные так что ну я не могу доживать судьбы какой-то одной страны со своим народом другой совершенно стране совершенно другим народом но если выбирать между чем-то то опять же до зависимости того между чем и чем мы выбираем но сейчас уже идет ужесточение некоторая на цензуру идет но я думаю что в нынешнем положении может быть так надо так рада почему потому что каждый защищает свои интересы и интересы у всех разные вот и люди которые высказываются против порой они может быть не за россию а за свои интересы скажем так то есть вы считаете что принципе правильно если государство определяет о чем можно говорить о чем нельзя в определенное время да это я считаю то есть пока что да вот у вас китай ассоциируется со свободным государством или нет знаете я была в шанхае в 2018 году там присваивали рейтинг людям и если они неблагонадежные знаете даже туалетную бумагу не выдадут в туалете автоматически знаете там такая ситуация очень жесткая там очень жестко отслеживают связи каждого китайцы друг другом и если кто-то из неблагонадежных общается с благонадежным у благонадежного снимают рейтинг и знаете такое начинается атомизированное общество они вроде как работают но на единое государство но там вообще о свободе выбора речи нет свобода выбора ну к счастью осталось только вот одна по моему ощущению на текущий момент времени в текущей конфигурации нашей стране при всей жесткости которая сейчас происходит и жизнь ну а в общем если кратко на ваш взгляд россия и китай сейчас скорее такие родственные государства близкие или нет мы сейчас скорее становятся дружбы из наверное геополитических сетчаток если уж так можно рассматривать но по факту по факту мы всегда наверное были ближе не к высоку европе наверное и в культурном плане и экономические взаимосвязи у нас более тесных более более сильные экономические взаимосвязи наверное были все-таки с европейским союзом чем с китая а мне кажется наверное мы ближе к европе чем китаю но это не означает что мы должны ориентироваться только на один мы должны брать хорошую и что-то европейского союза и что-то хорошее от китая я сторонник в этом смысле такой общественной теории вот общественного договора гопса что мы народ мы отдаем какую-то часть своих свобод в обмен ну на какую-то заботу которую проявляет государство так иначе без государства жить нельзя и ну она имеет право требовать скажем так что-то взамен и я считаю что иногда это даже полезно то есть ну народ сам не обязательно знать что ему нужно и если народ будет делать то что ему хочется получится анархия ну если он всегда будет делать там запрещены запрещены были определенные слова определенный момент не цензурились типа я не согласен либо запрещен запрещен образ свинни пухом когда его а это кстати неправда мини пух не запрещен насчет китая слушает вот опять же такой момент ну как тебе сказать я боль и я скорее поддерживаю политику китая в этом смысле потому что да беспокоит меня гондурас потому что если мы посмотрим на контрасте то мне ближе скорее более-менее честно цензуру когда эти буквально по шапке говорят что нельзя делать чем вот всякие эти теневые бан и какие-то вот эти очень сложные моменты которые вот в западной культуре происходит в этом смысле я предпочитаю честности какую-то твердость вот этих вот вывертовка которые нет у нас нет запрет на все хорошо но при этом и как если пока покопаться очевидно что примерно то же самое китай часто критикую тут и со стороны что там очень сильная цензура со стороны государства я кажется что в принципе в россии цензуры нет в каком-то смысле да и и нет потому что ну на самом деле я повторюсь ты можешь сейчас сделать практически все что угодно ну там вот например вот только что новость вышел утром что женщина справовали на 30 тысяч за то что написала нет в три точки е в конце но скорее всего эта женщина делала что-то еще либо она была на каких-то ну на какой-то такой должности ну например она журналистка условно я не говорю что все хорошо если что я не об этом типа я не такая не то чтобы правая но в плане свободы слова и вообще свободы мне кажется что надо понимать что у нас достаточно ее много в стране вам не кажется что в россии может также как в китае случится или нет нет здесь другие люди знаете у них есть и сохранилось понятие родина не у всех но это понятие родина сохранилось и те люди которые сохраняют это понятие родина в своем сердце они вот это ощущение свободы поселяют других сердцах ну в общем если подытожить я так понимаю тебе будет только если скажем россия станет авторитарным государством абсолютно знаешь я человек скорее политичные я в античном понимании идиот так сказать поэтому у меня с этим как бы особых проблем нет и откровенно скажу мне кажется что у большинства наших граждан с этим проблем тоже нет есть какой-то ну я их по себя на риме не могу назвать лишь люди от которые считают что нужно вот что такое делать но это обычно такой клоунадой появляется что пока я скорее склоняюсь вот в сторону сторону того что ну и ладно принципе может даже к лучшему не пойдет но это зависит от того как это будет реализовано любая вещь может забернуться и злом и благом это как и знаешь рыба фугу и он если приготовить мастер будет очень вкусно а если нет то ну будет вкусно но последний раз спасибо тебе большое